Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня будет видео о моей гардеробной. Я вам покажу все, что у меня здесь находится, как я все храню, как я все складываю, в общем и тому подобное. Так что, кому интересно, продолжайте смотреть. И вот так вот выглядит моя гардеробная комната. Входим, да, и здесь с одной стороны у меня находится мой комод. Вы тоже, наверное, все видели, моих зайчик. И вот он, такой комод. Здесь у меня пуфик, в котором я... Ну, давайте сразу начну рассказывать. Здесь вот это стоит сумка, я тоже вам показывала. Из магазина Ламбонда заказывала. Очень она мне нравится. Очень, кстати, прикольная сумка. Вот. И здесь вот у меня пуфик. Внутри него я храню всякие вот... У меня там фен, щипцы какие-то, и мой футбеллятор. В общем, всякую такую ерунду храню. И я хочу сразу сказать, что я показываю вам все без прикрас. Я даже специально ради этого видео ничего не прибирала. Вот как оно у меня есть ежедневно, так я вам показываю. Значит, пройдемся по комоду, да, сразу давайте. Ну, во-первых, здесь наверху у меня обстоит просто всякая моя красота. Это искусственные цветочки, я тоже их показывала в одном из своих видео. Ну, здесь у меня, кстати, часто что-то набросано. Здесь я вот в этой храню свои часики. У меня их немного. Давайте сразу покажу. Вот такие от Michael Kors у меня часы. Потом вот такие часики от Just Cavalli. Вот так вот правильно они выглядят с розовым ремешком. Потом у меня есть еще вот такие часики я их покупала. Точнее, муж мне дарил очень-очень давно. Они мне очень-очень нравились. Это у нас... В общем, не знаю, что это за марка такая. В общем, и он у меня, видите, то есть вот это вот позолота, скажем так, она оттрепалась, хотя часы были недешевые. Вот со стразами Соворовские. И где-то у меня тут были даже стразики. Выпали где-то у меня было. Вот. И один стразик вот здесь вот выпал. Вот. Но выбрасывать мне их жалко, честно. Но в то же время носить такие вот обшарпанные, не знаю. Ну, в общем, они у меня тут лежат. И вот такие часики тоже мне кто-то подарил. Так вот выглядит марка Annette. Не знаю то, что за марка, но часики очень симпатичные. Очень мне не нравятся. Вот они у меня здесь. Все здесь хранятся. На самом деле, не очень удобное место для хранения. Но у меня часиков не так много, поэтому, в принципе, мне... Поэтому мне очень даже нравится. В этом сундучке хранятся все мои украшения. На самом деле, тут всегда бардак. У меня их... Ну, честно скажу, немало. Вот. Всякие у меня разные тут цепочки, браслетики какие-то. Вот. Ну, и тут тоже какая-то даже есть дижутерия. В общем, все мои украшения хранятся здесь у меня. Вот. И по комоду. Ну, комод я особо открывать не буду, потому что первый ящик – это нижнее белье моего мужа. Второй ящик – это мое нижнее белье. Дальше ящик – это какие-то ночные сорочки, пижамки, плюс там колготки, носочки. И дальше у меня вот здесь вот три ящика. Здесь находится моя домашняя одежда. Вот так вот она у меня выглядит постоянно. Здесь у меня лежат такие топы, ну, различные топы без лямочек. Здесь маечки и здесь футболочки. Это вот кардигал мой домашний, который я ношу. Тоже какие-то рубашки, свитерки, которые вот я перевела из обычного своего гардероба в разряд домашней одежды. Следующее у меня вот здесь вот шорты, юбки, которые я ношу дома. Здесь какие-то леггинсы, штаны, здесь вот тоже кофта теплая. И тут тоже у меня всякие мои леггинсы. И внешний ящик у меня здесь хранятся платья. Значит, здесь вот такие летние у меня платья хранятся. Тоже большая часть от них была переведена из обычного гардероба. И дальше вот такие теплые трикотажные платьишки, которые я ношу зимой. И, кстати, да, я все время в ящик кладу вкусно пахнущая мурица. Мне очень нравится, когда белье тоже при этом вкусно пахнет. Здесь у меня вот такой мультирежный. Вот так вот я храню свою домашнюю одежду. здесь у меня обувь и наверху все мои сумки. Если вам будет, ну, какая-то тема интересная по отдельности, да, то обязательно мне напишите. Я сниму, в принципе, не против. Здесь все-все-все мои сумки. Ну, плюс еще вот это, да, и еще у меня отдельно лежат в другом месте мои рюкзаки, потому что рюкзаки я ношу не часто. И здесь также лежат мои очки. Вот наверху большие сумки, потому что я им сейчас пользуюсь редко. Вот эти черные сумки я в основном ношу и зимой. Ну, и маленькие сумочки я сейчас летом вот их таскаю. Здесь, по-моему, у меня какой-то не хватает. Или все? Не помню. Вот, ну, туфли, босоножки и всякие там внизу кроссовки у меня. И здесь вот, на самом деле, летняя обувь у меня не вся здесь лежит. Часть, которую я сейчас ношу, у меня лежит отдельно, как вы видите, вон пустое место. Вот так вот у меня стоит стеллаж. Дальше, с другой стороны, мой туалетный столик и вот такой вот тоже у меня стеллаж. Внизу у меня хранятся две коробки. Это все, что связано с ногтями, с лаками. Ну, эту игрушку мне дети тут притаскивают. И лампочки, то есть нижние две полки, это все, что касается у меня ногтей. А здесь у меня вот тоже показывают, честно, вот без прикрас. Все, как у меня здесь стоит. Внизу у меня стоят вот средства для волос всякие разные мои. Вот это маслица, кстати, мне очень-очень нравится от Матрикс. Очень классная. Вот у меня марка Олин, там даже есть крем от Мороку Нойл у меня. Ну, в общем, всякие маслица. Здесь у меня стоит тарафлю. На самом деле не знаю, почему он здесь стоит. У меня надо его куда-то идти, в другое место, в общем, отнести в аптечку. Здесь мои линзы, раствор для линз. Там фигурка. Там фигурка, это, кстати, фигурка у нас со свадебного тортика. Я его тащила, она у меня тут теперь стоит. И вот это, это средство, которым я снимала свои ресницы. Нарощенные. Вот удалитель клея для пучков. Он такой масляный. Ну, кстати, вот за два раза, не знаю, сняла ресницы, но я что-то больше не хочу наращивать. В общем, стоит у меня теперь здесь. Дальше у меня просто здесь всякая ерунда, на самом деле стоит. Это наша с мужем свадебная фотография. Тут вот просто у меня ангелочек такой миленький. Там просто у меня косметичка. Она пустая, эта косметичка. Это у меня от Мак. Я покупала, там была какая-то коллекция. И здесь вот в этой коллекции у меня очень всякая моя бижутерия. Когда-то мною было кузнено. Сейчас я ее практически, кстати, не ношу. Вот. Ну, лежит, потому что не трет, бывает, я еще не даю. В общем, она у меня вот в этой коробочке. И здесь отдельно стоит. Здесь также стоит мой дезодорант. Кстати, календарик на июле, блин. Уже август, а все, а все еще июль. Вот. Дальше стоят вот дезодорант парфюма его мужа. У меня муж уже много-много лет пользуется вот этим Chanel Allure Home Sport. Именно вот этот вот в такой серой, да, упаковочке. Он без ума от него. Я вот ему покупаю 150 миллилитров, такие бодии. И он и не пользуется. Как-то я ему приобретала вот такой амуаж. И мне очень понравился. Вот лежит пробничек. И как-то однажды он захотел вот такой Versace Eros. Ну и по итогу тоже им не пользуется особо. То есть вот он использует всегда и зимой, и летом. Всегда вот этот Allure Home Sport. Он просто влюблен в него. Ну и тут ресторант им уже. Тут моя парфюмерия. Все то, что у меня сейчас есть. Как вы видите, вот этот Givenchy. У меня все уходит, уходит. То есть летом я сейчас пользуюсь Britney Spears by Reddow. Вот этот и Givenchy. Это вот мои летние парфюмы. Ну и наверху у меня знаменитая книжка Елены Крыгиной, которая не дочитана много до конца. И здесь у меня средство для укладки волос. Вот такой воск, как The Body Shop. У меня есть шампунь Batiste для объема. Вот такой. Там вот у меня прелесть. Это мне кто-то в наборе дарил. Мус, ну мус, мне практически не пользуюсь. Лак для волос неплохой, такой обычный. Вот такая штучка от Сьоз. Тут у меня кисурки, в общем. И тут у меня детские вот эти бабочки, в общем, на выпуск. Ну, я там покупала ребенку. В общем, они тут у меня в коробочке стоят. И тут стоит, это мне старший сынок делала вот такое. Надо будет куда-то повесить. И здесь, кстати, у меня вверху вот такие киски. Это мне сшила их мама. Сама своими руками на, по-моему, на годовщину свадьбы на 9 лет. 9 лет свадьбы у нас было с мужем. Это нам такой сшила я сюда поставила. Ну и наверху у меня просто для красоты стоит вот такая корзиночка и вот такая вазочка. Вот. Это я. Это я, кстати, в домашней одежде. Такой у меня домашний лук. Вот. И здесь туалетный столик. Наверху обычная вот такая лампа. Это мне сделал муж. Вот. Всем привет. И здесь у меня вот вода. Кстати, у меня всегда здесь стоит вода. Я пью. В общем, всякие средства. Если нужно более подробно, я все расскажу уже в отдельном видео. Сейчас не буду на этом останавливаться, потому что сейчас про гардероб. Стол у меня стоит, кстати, обычный простой. Просто вот я накинула на него. Здесь я сижу. Мусорка. Все отлично. Ну и дальше уже сама гардеробная. Вот у меня вот такая вешалка есть, которая используется. Я ее покупала не специально для съемок видео, а просто для того, чтобы вешать одежду, вот которую я одела. Вот, например, там куда-то с утра мне нужно было там на буквально 10-15 минут. В домашней одежде я не пойду. Я одела, пришла, повесила сюда. Здесь же висит у меня домашняя одежда мужа, халат. Вот, тут там тоже мои халатики. Ну, в общем, так вот она у меня используется для таких вещей, да. Потом уже отсюда я беру, одеваю и уже потом в стирку, короче, отправляю. Здесь у меня такая вешалка и висят все мои ремешки. Мои и мужа тоже. Вот, и здесь, как вы поняли, висит вся моя одежда. Вот показываю без прикрас, вот как она есть, так она и есть. И наверху тоже, сейчас я подробнее об этом расскажу. И вот здесь, за вот этим шкафом, ну как шкаф, стеллаж, да, вот где у меня сумки стоят. Вот это моего мужа одел. Вот у него висят тоже, я ему тоже все сортирую. Наверху у него всякие джемперсы, свитера. Там убраны такие теплые брюки, теплые свитера, шорты, в общем. И здесь у него, там костюмы в чехле у него висят. Вот, потом пиджаки, рубашки с длинным рукавом, рубашки с коротким рукавом, футболки пола и обычные футболки. Вот таким образом у меня она сортирована. Он подходит и знает, что он, где ему нужно взять. Вся одежда, которая у меня висит вот здесь, она вся чистая, выглаженная. То есть, можно просто прийти и взять. И, кстати, внизу висят у меня вот на такой выдвигающейся штучке, что очень-очень удобно. Это брюки моего мужа, которые вот он носит сейчас. Если какие-то сейчас он не носит, есть какие-то более темные там зимние, то я их убираю вон туда наверх. То есть, мужа одежду я тоже сортирую, он тоже живет вместе со мной в моей гардеробной. Вот здесь наверху висит, лежит домашняя одежда моего мужа. Я пока не придумала, как ее так красиво оформить. Здесь также стоит у меня вот такая штучка для чистки одежды. И вот здесь уже лежит моя одежда. И там у меня лежат все мои купальники и вот такие там всякие шляпки. Ну и давайте начну я сверху. Здесь у меня лежат, как вы видите, джинсы-брюки. И вот здесь вот у меня шорты. На шорты такие вот длинные шорты и короткие шорты. Вот таким образом я складываю. Бывает я там вдруг он у меня находится, сортирую, где темное, где светлое. Но чаще всего вот оно вот в таком виде у меня находится и стоят тут мои игрушечки. Дальше. Вот сама вот эта часть, да, как я сортирую свою одежду, потому что это был основной запрос у меня. Значит, сейчас лето, да, сейчас было жарко. И поэтому, как вы видите, у меня здесь секция. Раз, два, три, четыре. И, соответственно, я сортирую в этих секциях. То есть здесь, вот в этой первой секции, это все мои платья. Начинаются они с самых теплых. То есть я не сортирую по цветам, мне так неудобно. Начинаются они с самых теплых. И потом идут такие, знаете, ну, попрохладнее, да. И потом пошли с коротким рукавом. Мы совсем уже какие-то вот такие там маечки. Ну, не маечки, а я имею в виду сарафанчики, там, ну, что-то такое, да, более легкое. Вот таким образом я сортирую. Когда наступит зима, вот осень, то вот эти платья я перевешу сюда, а летние совсем я повешу туда. И между летними и зимними у меня будет висеть такие демисезонные платья. То есть, например, вот такое платье. Сейчас я вам покажу. Например, вот такое платье, да. Оно черное с такой, на камере-то не видно особо, да, такой юбкой, да, черное платье. Оно у меня, то есть я сверху могу накинуть на него кардиган и носить его в том числе и осенью-зимой. Поэтому вот такое среднее платье. Дальше у меня здесь висят мои накидки, которые я вам показывала, заказывала с Алиэкспресса. Это пляжные накидки. Дальше у меня две такие теплые жилетки, кардиганы идут и идут, ну, всякие кардиганы, такие кофточки, которые застегиваются. И дальше у меня уже идут цветарки. То же самое. Они у меня вот от теплого к прохладному идут, да. То есть здесь уже такие более тоненькие идут. Дальше тут какие-то вот такие кофточки. Это я когда снимала видео, сюда повесила и, кстати, так не перевесила вот эту футболку. А ее должна быть у меня в другом месте. Вот. Дальше идут какие-то кофточки там с длинным рукавом у меня идут. Какие-то, не знаю, свитшоты, что-то типа того. Дальше у меня здесь вот висят такие жилеточки тоненькие. Не особо часто я их одеваю, но все же иногда ношу. Иногда. Дальше у меня идут вот такие какие-то блузки, рубашки с длинным рукавом, да. Дальше идут уже с коротким футболки, блузки. И дальше пошли уже без рукавов. Ну, то есть как это называется? Топы, правильно, да, вот с таким рукавом. И дальше у меня уже идут... Что там упало? У меня уже маечки какие-то и топы вот такие. А в этой части у меня висят... Ну, вот это моя джинсовка. Висят мои пиджаки, которые я не часто ношу. У меня их всего три штуки. И вот этот, кстати, я сто лет тому назад, вот когда модным было, заказывала на Алиэкспрессе, по-моему. На общем, с какого-то китайского сайта. Несколько раз одевала, и все, и больше не одеваю. Но висит, мне как-то жалко выбросить. Может, когда-то я одену. Дальше у меня идут юбки. У меня вот таких вешалочек вот с зажимчиком очень мало. Надо будет их купить. И поэтому как-то так вот висят юбки все мои. И здесь, кстати, шорты набросаны у меня. Юбки, вот длинные юбки, то есть разные, да. И зимние, и такие. И здесь уже висят мои, ну, скажем так, спортивный костюм вместе с брюками. Вот я тоже вам показывала и покупала. И вот такое у меня тоже есть. Ну, это я одеваю на спорт, на спортзал. Вот таким образом я сортирую свою одежду. Это и вся моя одежда. Я абсолютно все ношу. Ну, вот кроме, наверное, вот этого оранжевого пиджака, я его одеваю достаточно редко. И вот в этом году не одевала вот эти накидки, да. Потому что мы никуда не ездили. То есть вот таким образом я сортирую всю свою одежду. То есть я ее не развешиваю по цветам, по, я не знаю, там, еще каким-то вещам. Знаю, что многие рекомендуют именно по цветам развешивать. Но мне так неудобно. Мне удобно вот у меня здесь платье. Я, допустим, куда-то еду, мне хочу одеть платье. Я подхожу, знаю, что у меня вот здесь вот висят платья, уже выбираю и все. Если я там еду в брюках, я знаю, вот здесь вот у меня лежат джинсы. Кстати, как вы видели, брюк у меня нет. У меня только джинсы. Вот здесь вот у меня лежат джинсы. Здесь у меня футболки с коротким, здесь с длинным рукавом. То есть мне вот таким образом удобнее намного. Еще у меня спрашивали по поводу того, удобна именно вот такая система хранения, да. То есть именно как гардеробная открытая, да. Или шкаф. Мне в сто раз удобнее вот такая система. У меня до этого все время были шкафы. Я на самом деле очень сильно мечтала вот о такой системе, подобной. Конечно, у меня все не так, как, знаете, не как, ну вот у многих бьюти-блогеров. Там есть там все по фэн-шую, все так красивенько. Нет, у меня обычно, мне в принципе все нравится. Единственное, что я, конечно, много что хочу докупить. Я хочу вот сюда, рядом с туалетным столиком, вот сюда поставить еще один шкаф напротив вот этого, чтобы у меня было такое разделение. Хочу сюда купить хороший себе стул в мою гардеробную. Хочу, не знаю, очень много чего еще хочу докупить. Но сейчас у нас немножко другие приоритеты, поэтому сейчас пока все вот так, как оно есть. Еще хочу красивый коврик, красивую какую-нибудь танкетку или банкетку, как она правильно называется, да. Вот, в общем, много еще хочу. Хочу здесь все красиво украсить, освещение. Хочу, чтобы у меня было по-другому, потому что сейчас, в принципе, вот эта лампа, которая у меня над зеркалом, да. И, в принципе, это основное мое освещение. В принципе, меня устраивает, но хочется, знаете, такого девчачьего, красивого чего-нибудь. Но обязательно, когда будем все-таки с мужем соберемся все это переделывать, я обязательно вам буду все показывать, как у нас, какие переделки, что я делаю, что я там буду докупать и так далее, и тому подобное. И, кстати, вот хранение обуви у меня сейчас не очень удобное. То есть, я убираю зимнюю обувь, выставляю там весеннюю, осеннюю. Я хочу, чтобы она у меня все время стояла, потому что вот это убирать и потом заново все увешивать, я такое, честно, очень сильно не люблю. Мне нравится вот то, что оно все висит. И, кстати, вот такая система мне нравится еще тем, что вот я зашла сюда, я накрасилась, я тут же, тут же у меня там нижнее белье, грубо говоря, потому что все-таки я подбираю нижнее белье под верхнюю одежду. Я не люблю, когда, допустим, на какой-то такой гладкой блузке выпирают кружева там или вот это вот, знаете, когда белая футболка, черный без гальтер. Это, конечно, модно, это тренд, но я как-то вот не люблю такое. Я как бы, ну, вы поняли, я думаю. Вот, так что вот такая система, конечно, мне в разы больше нравится. Если вот у вас есть место там в доме, в квартире, где вы можете организовать для себя вот такую гардеробную, я всем очень сильно рекомендую. И, кстати, вот эти все полочки, да, которые, все полочки, все крючочки, все это делал мне муж сам. Он покупал просто вот эту систему в Леруа Мерлен, и, в принципе, она не сильно дорогая. Там просто вот эти вот для брюк, например, которые я показывала вот мужа, они дорогие вот какие-то. Ну, а так, в принципе, шкаф дороже купить, скажу честно. И да, по поводу обуви, вот неудобная у меня система хранения, поэтому хочу как-то вот что-то тоже придумать здесь, поставить. Ну, в общем, планов у меня, конечно же, на мою гардеробную очень много. И если вы хотите, я уже сказала, что-то увидеть в отдельности, возможно, мой туалетный столик, как-то косметику, мои, не знаю, сумки, еще что-то, все, что вам интересно. Я только не очень хочу, если честно, показывать нежное белье. Вот. Все, что вам интересно, вы обязательно оставляйте запросы под этим видео, и я с удовольствием для вас сниму. Ну, а на сегодня я буду с вами прощаться. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх, если понравилось, пальчики вниз, если не понравилось. Напишите, как вам моя гардеробная. Оставляйте свои запросы. Всех люблю, целую, и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok